Всем привет, ребята, с вами Худи, и сегодня я хотел бы поговорить на часто поднимаемую тему, как же все-таки научиться играть на айпаде или же на любом другом девайсе. Я хочу рассказать, как я, получивший новый девайс, привык к нему, как я настроил конфиг, сенсу и прицел. Может это и всем покажется довольно банальным методом, но так как некоторые все равно задаются этим вопросом, я решил снять отдельное видео, как я проходил через это. Начнем, пожалуй, с самого главного на новом девайсе, а именно конфиг. Как же его настроить? На своем самом простом примере я поставил свой девайс на стол, после чего поставил на него свои 4 пальца так, как бы мне было удобно при игре, после чего подгонял под них кнопки. Далее просто попробуйте поиграть с таким конфигом, и если при игре будут снова сложности, вы чувствуете, что не попадаете машинально по кнопке, попробуйте сменить ту или иную кнопку на то место, куда вы все время нажимаете. Далее идет чувствительность. С ней пришлось долго мучиться, но все же я нашел самый подходящий метод. Нам придется запустить карту тренинга outside, после чего подойти к данным мишеням, и уже исходя из того, большие пальцы у вас или маленькие, надо будет определиться, будьте ли выиграть с ускорением или нет. Если да, то советую брать небольшую сенсу, если же без, то большую. Теперь, после того, как мы определились с этим параметром, а именно ускорением, перейдем к самой чувствительности. Нам придется наводиться на вот эти мишени, как на видео, и стрелять по ним. Если вы чувствуете дискомфорт, и что вы не доводите до мишеней, или наоборот сильно уводите от них, то попробуйте увеличить или же снизить параметр чувствительности. Когда вы поймете, что уже хорошо стреляете по данным мишеням, и чувствуете, что сенса ваша, я вас поздравляю, второй этап пройден. Прицел Прицел также неотъемлемая часть для удобства игры. Чтобы подобрать нужный вам прицел, тут надо исходить из того, умеете ли вы стрелять. Если вы не очень контролируете отдачу, то ставьте динамический прицел, чтобы понимать, куда летят пули и стараться контролировать разброс. Если вы уверены, что вы хорошо контролируете отдачу, то статичный. Если хотите, чтобы в игре не мешалось ничего лишнего, а просто знать, где центр экрана и резко наводиться на противника, то советую прицел точку. Далее идут параметры длины прицела и тому подобное. Тут уже, как по моему мнению, кастомизировать его надо под себя. А именно, как вам захочется, как вы считаете нужным. Лично у меня, при выборе нового прицела, просто появляется в голове картинка данного прицела, с которым бы я хотел поиграть. И чувство, что с этим прицелом мне будет комфортно. И дальше в настройках я создаю себе такой прицел, который я воображал ранее. Также можно увидеть различные прицелы у других игроков стендоффа и поставить себе такой же, как у них. Если вы считаете, что с данным прицелом вам будет реально комфортно играть. Надеюсь, я вам помог в этом видео, и по моему гайду вы быстрее привыкнете к новому девайсу. Всем, кто уже приобрел новый девайс, собирается менять конфликт, будет приобретать новый девайс, или даже тем, кто решил посмотреть этот ролик просто так, желаю удачи. С вами был Худи, всем хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok